Праздник обретения Касинской иконы Божией Матери отметили в Московском Свято-Успенском храме в Касино. Старинный чудотворный образ в 20-е годы минувшего века был конфискован советской властью и передан в музей религий и атеизма. Лишь в 1991-м икона была возвращена храму. Он находится на юго-востоке Москвы, на берегу Белого озера, и Касинская икона Богородицы – его главная святыня. Люди в этот день собрались, чтобы прославить Царицу Небесную и поблагодарить ее за благодеяние. Богослужение в старинном храме Успения Богородицы возглавил епископ Серафим. Сослужили ему настоятель храма Протеерей Дмитрий Бабьев и клирики храмов Москвы. Богослужение сопровождалось пением двух хоров – взрослого и детского, и отличала его особая торжественность. Храм был переполнен и не вмещал всех желающих. Икона не только местно чтимая, она известна за пределами Москвы, ее знают еще как Моденскую. Это название итальянского города – В этом году, пребывая в храме, икона прославилась многими чудесами. И в частности, дарованием детей бесплодным супружеским парам. По окончании литургии был совершен крестный ход с Касинской чудотворной иконой на Святое озеро. На протяжении всего пути читался Акафис Пресвятой Богородицы. Он был составлен в 1992 году по благословению ныне почившего патриарха Алексея II. На озере был совершен водосветный молебен. Затем архипасты и священнослужители, отплыв от берега на лодке, благословили святым образом воды. Мы собрались здесь, чтобы прославить Царицу Небесную и поблагодарить ее за великое ее материнское поводеяние к нам. Она всех нас милует и всем помогает. Если видеть, что люди в изнеможении освящают своим присутствием источника, озера, реки, водоемы, чтобы люди туда приходили и получали исцеление, окунаясь в водах ею благословенной. Радость и подарок, который мы можем принести ей, это исполнение заповедей Божьей. Храните веру православную. В ней утверждение. В ней спасались наши отцы, деды, прадеды. В ней и мы находимся. И этот святой бесценный дар передадим потомкам. С этим озером связано великое чудо. По преданию, здесь стоял храм, который на глазах у раскаившегося разбойника начал таинственно при пении невидимого хора опускаться под землю, а на его месте образовалось озеро. В его водах в дальнейшем люди получали исцеление. Верят в благодатную силу этой воды и совершаемые здесь молитвы и сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!